Расскажите, пожалуйста, на какой вопрос труднее всего дать ответ? На незаданные. На незаданные. Так. Еще. На глупые. А что значит глупый вопрос? Вообще, знаете, в психологии даже есть такое понятие, глупых вопросов не бывает. Самый глупый вопрос – это незаданные вопросы. Ну вот, что мы имеем в виду под глупым вопросом? Ну, например… Не понятно. Не понятно. Не понятно. Некоторые не знают, что пьет. Или может очевидные. Ну, спокойно, можно сказать, какие хочешь всех волос. Да. То есть, очевидные. Я без шапки стою. Да, я стою без шапки. Я лысый. Да. Я лысый. Да. То есть, как-то вот на этот вопрос, видно, бывает трудно дать ответ. На самый очевидный. Да. Какой цвет волос, а ты без шапки. Сколько будет дважды два. И ты понимаешь, что тут где-то подвох. И понимаешь, что этот вопрос для меня трудный. Правда? То есть, какие-то вот такие вот очевидные вопросы, они бывают очень трудные. И правильно, вот люди, которые такие вопросы задают, как-то нам кажутся не совсем умными людьми, да? А как вы думаете, чем отличается мудрый в повседневной жизни от глупого человека? Вот в повседневной именно жизни. Мы сейчас не философствуем этими категориями. Мудрый человек – это человек, который, значит, имеет то божье видение всего происходящего вокруг. Это мы знаем правильный ответ. Да. А вот давайте в повседневной жизни. Идете вы по улице и говорите, о, вот этот человек мудрый, а этот далек. Ну или пообщались с человеком, и вы как-то поставили для себя какой-то такой вот личный диагноз. Хотя мы говорим, диагнозы надо быть осторожными, да. Не себе диагноз, а ему. Но тем не менее, все равно читаем эти диагнозы, правда? Итак, как отличать тем, как вы отличаете мудрого от глупого в повседневной жизни? Наверное, не делает пустых движений, непредусмотрительных жестов, движений, слов, не говорит. Не предусмотрительных жестов, движений, слов. Ага. Еще. Есть какие-то варианты, кто как отличает? Остальные не отличают? Нет. Вообще никак. Да и зачем мы этим заниматься? Это все суета. И там ленинг. Да. Все пойдут в одно и то же место. Все равно, да? Но все равно приятнее-то с кем общаться? С глупыми. С глупыми? С глупыми? С рыбами вообще. С рыбами вообще. С рыбами вообще. С рыбами. А не молчат. А молчат. Мы были на одной конференции научной. И первый самый вот председатель этого конференции, который открывал ее, он говорит, только я хочу сразу к вам обратиться с одной такой просьбой. Все, кто будет читать доклады, проводить семинар там, круглые столы, секции всевозможные, у меня к вам ко всем одна просьба, давайте не будем заниматься запутевизмом. У меня сразу такая ассоциация, думаю, что он против президента ты имеешь. Он говорит, только не подумайте, что я там что-то против правительства и президента имею, чтобы нам потом не заниматься распутевизмом. Потому что такие иногда вещи произносят. люди запутываются буквально, понимаете. Вот в том, что происходит в жизни. Знаете, что вот мы заметили. Чем больше мы едем в научную конференцию, мы видим, что это 100% работает. Чем мудрее человек, чем опытнее, чем он больше знаний имеет, тем он проще говорит. Но если человек, будем говорить, тем больше он не уверен в себе, в своих знаниях, в своем опыте и, будем так говорить, в своих способностях, тем больше различных терминов непонятных для окружающих. То есть, которые прячут свои слова пространно объяснять такую логическую обусловленность неадекватного рефлексивного анализа? Ну, примерно так. Понимаете? То есть, что сказал, может быть, ему понятно. Может быть, понятно одному-двому людям. Но, что самое интересное, вот такие вот запутевисты, которые всё запутывают. Что они делают? Они как-будто начинают, что мы тоже обращаем внимание, как-будто, знаете, зомбируют некоторую часть слушателей, и слушатели начинают... Чтобы они открывали глаза и думали, что он такое сказал-то? Ну, что самое интересное... «А, наверно, вот это умный человек, а! Раз я ничего не понял». Знаете, встает человек, и задает вопрос его же терминами. И вот, я когда слушаю вопрос, я думаю, вот интересно, а вот он понял, что он спросил. И вот они между собой начинают вот эту вот переброску терминами, да. И я просто вижу вокруг, что люди не понимают вообще, о чем идет речь. То есть я не буду говорить, что в 100% случаев так бывает, но почему-то в научных кругах, вот мы вот сколько ездим на конференции, считается, что чем больше терминов, тем ты лучше владеешь своим предметом. Научный язык, да. Но на практике как раз получается наоборот. Чем более, опять повторяю, умнее и мудрее профессор, тем меньше терминов он будет управлять своей лекцией. Вот это вот мы стабильно просто уже заметили, вот ездили по научным конференциям в разных-разных университетах. Но если бы меня спросили, я бы, наверное, сказал не про термин в первую очередь, а про умение брать на себя ответственность. Вот мудрый человек берет ответственность на себя за то, что говорит. И насколько это понятно окружающим. Это опять понятно, все переводится. А я говорю про ответственность, то есть он отвечает за свои слова, за каждое слово. Готов нести ответственность перед людьми, перед собой, ну и, конечно, перед Богом. Давайте посмотрим, что пишет об этом Экклесиаст в девятой главе. Вот еще какую мудрость я видел под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему поступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы, но однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Вот интересно, здесь такие два момента, да? Вот как бы продолжаем вот эту мысль вот этими двумя моментами. Во-первых, мудрость лучше силы, мы это здесь видим, да? Но во-вторых, не всегда мудрость вознаграждается. В отличие от этой силы. Вот сила, как правило, всегда получает вознаграждение. Ну, категорией под солнцем мы сейчас говорим, да? А вот мудрость не всегда вознаграждается. Что это, пример несправедливости или пример превосходства силы над мудростью? Или наоборот, пример превосходства мудрости над силой. Вот, понимаете, опять, ответ на этот вопрос... Не спеши, дай людям ответить. Что это, как вы считаете? Да я считаю, вообще хорошо бы эти вещи не разводить. Нет, нормально, ни то, ни другое. Хорошо бы, но они разводятся. Ни то и не другое. Они разводятся? Как у кого? Нормально под солнцем. Так как это там, где мы находимся. Вот Халев, да, был и сильный, и мудрый. Или возьмем вот того человека, который сделал тонометр. Достижение, всемирное достижение, всемирное открытие. А умер в концлагере. А умер в концлагере. Ну, не в концлагере, а в ссылке, да. Акономит в Курске же врач. Да, наш, земля. То есть мудрый человек, а мудрость, видите, как не вознаградилась в его жизни. Я думаю, мудрость – это состояние души. Это внутреннее качество. И оно как бы не подразумевает вознаграждение какое-то. Ну, то есть, вот опять, вы даже посмотрите на этот человек, который изобрел тономнометр. Вот опять, посмотрим внутрь себя. Что мы ощущаем, когда видим подобные вещи? Вот мы ощущаем, ах, какая несправедливость в мире. Хорошо бы там. Конечно, сильно снижаться. Или с другой стороны, как замечательно, что несмотря на то, что сила побеждает в какой-то конкретный момент, мудрость выше. Скорее всего, с сожалением. Да. Под солнцем, я имею в виду. Но опять мы ставим себе диагноз, вот тем, как мы относимся к этой несправедливости, так сказать. Способны ли вы сказать, как замечательно, что мудрость все равно выше. Выше. Приземленное. Под солнцем. И вот, то есть, это как бы для нас, для всех, ну, будем говорить, способность видеть какую-то цель, и всю жизнь идти к этой цели. Да. Но для этого нужно сначала увидеть, что мы такие все действительно, ну, нет правильного ни одного. И это правда, это касается нас конкретно. И это не в отношении, там, хочу выпить или хочу покурить, а более глубинных, более серьезных вопросов в жизни. Я не помню, вы сказали или где-то еще я слышал, что наша человеческая природа, она все равно, она стремится уйти из света, понимаете. Свет давит, и долго на этом свете она как бы не может находиться, поэтому она уходит. Поэтому мы, как бы, в момент перволюбви мы уверовали все, мы все при свете и в свете, а потом со временем мы вот эту ветхую природу свою опять стараемся приспособить уже под христианство. Поэтому человек приземляется и опять живет же этими же принципами, только как бы охристи... ну, как это правильно сказать? Охристианизированно. Охристианизированно, совершенно верно. Охристианизированно, я только сейчас понял, что Андрей сказал, говоришь, что наша природа, еда ветхая, стремится уйти из света. И я только сейчас понял, что меня вот томит всегда. Вот бывают моменты, когда ты в духе находишься продолжительное количество времени, вот, а в духе человек не грешит, да? И вот ты идешь, 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 идешь. А потом так раз! А потом у тебя просто желание выйти оттуда появляется, потому что тебе тяжело становится находиться всегда в духе. Просто вот это где-то внутри, внутри сердца, где-то вот там вот, и это желание выводит тебя. Вот с чем надо бороться. Я вот сейчас понял с этим желанием. Да. Да, в общем, надо помнить то, что мудрость, конечно, прислушивается, но если еще и власть к этому есть, да, сила, то это вообще очень здорово. Но не всегда так бывает. Точнее, чаще так и не бывает. Немного людей таких вот... Почему мы и говорим, что если у нас нету силы Духа Святого, мы бесполезный материал, мы своими силами не можем поступать правильно и жить правильно. Это бесполезно. Даже Павел пишет, чего хочу, того не делаю, плоть моя, вот она, она. Итак, готовы ли мы остаться в пренебрежении у людей, несмотря на нашу мудрость такую великую и большую данную от Бога? Да, может быть, она, эта мудрость великая и большая стоит. Знаешь, что это не великая и большая? А нам еще нужно много-много действительно работать, чтобы она более-менее стала мудростью. То есть, видно, вот чаще надо прислушиваться к себе, ставить себе диагноз. Смотрите, еще какую вещь пишет Экклесиаст. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Вот, смотрите, первая вещь, что мудрые слова, высказанные спокойно, лучше, чем крик властелина. Но, вы знаете, есть даже такая дисциплина, которая вычитывается на психологических факультетах, в факультетах по психологии, психология толпы. И вы понимаете, если мы будем мыслить психологией толпы, то там как раз вот крик и вот такое вот зомбирование людей. На толпу внимание обращают, конечно. Да. На эти выкрики. На выкрики толпы и выкрики вот такого человека, который ведет за собой толпу, там, скажем, зомбирует там выкриками вот эту большую толпу. И вот тихое слово мудрости. Но толпа никогда не выигрывает. Там не слышно. Что самое интересное, толпа никогда не выигрывает. Мудрости там нет в толпе. Вот если вот действительно анализировать события истории, можно увидеть, что вот то, что говорит экзиаст, вот сто процентов так. Хотя, может быть, вот внешне, категория им под солнцем, кажется, что выигрывает себя толпа. Чем больше, тем лучше, чем громче, тем весомее. А на самом деле нет. Ну и смотрите, мудрость лучше воинских орудий. То есть мудрость, она созидает, воинские орудия, они разрушают. Вот это вот сравнение такое с воинским орудием показывает, что действительно мудрость, она созидающая в первую очередь. И если мы что-то думаем, говорим, наверное, что-то такое полезное, хорошее. Но если это не служит к созиданию отношений, к созиданию там чего-то в нашей жизни, в жизни окружающих людей, то это уже не мудрость. Потому что мудрость не разрушает ничего, мудрость только созидает. И вот дальше читаем. Дальше вообще потрясающая вещь. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную мазь мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Вот смотрите, уважаемый человек и одна небольшая глупость делает то же самое, что зловонные мухи. Все выливать его надо. Ложка дегтя. Вот стоит мудрому сказать какую-то маленькую глупость, все, ложка дегтя. Вот тоже такой один маленький эпизод из истории церкви. Был такой святой Игнатий. Он умер в 107 году мученической смертью. Написал массу трудов по устройству церкви. Вот очень такой достаточно уважаемый человек. И в связи прочих его, будем говорить, трудов были труды по почитанию епископов. Вот даже, может быть, зачитать. Да, он писал, обратим внимание на то, братья, чтобы мы не противились епископу. Мы должны смотреть на епископа, как на самого Господа Бога. Ваши епископы предстоят на месте Бога. Ничего не делайте без епископа. Любите единение, избегайте расприи. Понятно, что в тот момент Игнатий думал о единстве церкви, чтобы не было расприи, не было никаких деяний внутри церкви. Но с другой стороны, вот эти его слова, почитание его, он очень мудрый человек, но вот эти его слова привели к тому, что, в общем-то, вот это суперпочитание людей достигло, ну, скажем, мракобесия в церкви в Средние века. И ссылались в основном вот на подобные слова. Ну, не только Игнатия, конечно, но и другие церкви. Вот такая вот вещь возникает. Но мы сейчас не критикуем Игнатия. Давайте делать просто выводы. Выводы. Чтобы не совершать этих ошибок дальше. Потому что порой бывает, понимаете, люди бросаются в другую крану. Вот почитаемый человек, у него много замечательных трудов, у него много замечательных мыслей, но где-то он споткнулся, где-то он допустил не то. И считается, раз он здесь не то, значит, мы все выливаем. Филип Киркоров. Что он смеет, матом сказал. Да, ну, например. А потом интересно, ведь он изменялся. Ведь потом просто я лично слышала, как говорят, ну, вы поймите, ну, у меня был такой напряженный день, ну, вот достали меня. Понимаете? Ну, все. Ну, все. Слово сказано, муха попала в благовольную мать. Семен, действительно, он, будем так говорить, имя, с чего несколько оказался потрепанным. Но потом все-таки в восстановлении это произошло. Но, и вот как важно нам быть мудрым. С одной стороны, самим не допускать вот этих вот вещей, а с другой стороны, не быть слишком такими вот критичными. Раз он так сказал, значит, все остальное недостойно нашего внимания. То есть, вот важно, что вот эти вещи тоже мы... Христиане в войне поддержаны такому напряжению. Часто бывает работаешь, ну, да, вроде видишь, ну, верующий человек. Раз там с работы пораньше ушел, все. Все. А он, ну, не верующий. Сотовый, не была проблема. А что ты сотовый купюрщик? У меня даже проблема такая была на работе. Вам же не положено. Я говорю, ладно. Давайте посмотрим, для чего у меня сотовый. В каких руках этот сотовый? Давайте дальше прочитаем. Десятая глава, второй, третьей стихи. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Вот идет такое сравнение лево-право. Синонимы тьма-свет. Потому что... Правда и... Правда и правда. Мудрость, глупость, да. Интересно, что тут еще сказано. Он всякому выскажет, что он глуп. Ну, вы скажите, ну, по идее, человек глупость скрывает? Да? По идее. Но стоит ему открыть рот? И всякому известно, что он себя представляет. Вот. Вот поэтому, чтобы вот шел конкретный контроль за своим языком, вообще за всем тем, что мы делаем в своей жизни. И читаем дальше с четвертого стиха. Если гнев начальника вспыхивает на тебя, то не оставляй место твоего, потому что кротость покрывает и большие поступки. Есть зло, которое я видел под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот и упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губит его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. То есть практически экклесиаст поставил точку всему тому, что мы с вами говорили. А вот о чем мы говорили, вот экклесиаст здесь выразил. Вот интересно, посмотрите, вот стих такой, что мудрость умеет это исправить. Что это? Перед этим написано. Глупость вы имеете в виду. Вот эту. То есть все, что было наверху перечислено. А посмотрите, что наверху перечислено. Если ты передвигаешь камни, ты можешь насадить себя, то есть ты можешь надорваться. Но если ты мудр, ты не надорвешься. Ты найдешь способ не надорваться. Смотрите, кто холит дрова – тот подвергнется опасности. Но если ты мудр, не подвергнешься опасности. Притупится топёр, лезвие его не будет оточено, надо будет напрягать силы. Если ты мудр, ты сначала наточишь топор, а потом будешь рубить дрова. То есть практически здесь говорится, что мудрые и глупые могут делать одни и те же дела. Но только у глупого будут последствия отвратительные, а у мудрого будут последствия замечательные. Вот он о чём здесь говорит. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ну и вот теперь давайте мы с вами оценим себя по пятибалльной системе. Оцените своё мастерство или свою мудрость. Можете по-любому сказать. Поставьте себе оценку по пятибалльной системе. Ну кол это кол, как в школе, пять это пять. Ну и так далее, да. Итак, поставьте себе оценку. Два, три, четыре серединки. То есть у вас мама, напишите, я мама. И оценку как маме. Какая вам мама? Если папа, значит как папа поставьте себе оценку. Если муж, значит как муж поставьте оценку. Жена оценку поставьте. Значит напишите, мама или папа. Муж, жена, дочь, сын. Какую вы себе оценку ставите как дочь или сына, поставьте. Сестра, брат. То есть оценить себя в семейных отношениях сначала. Поставьте оценку себе. Мама, дочь, сестра. Для девушек, да? Да, брат. Для юноши, для мужчин. Брат, муж, отец. Поставьте оценку. А теперь поставьте себе оценку как другу. Вот какой вы друг? Оцените себя на пятерку или на кол. Вы дружить умеете. Вы честный, надежный? Как оценить себя в честности в отношениях? А теперь извините себя как профессионала. На работе. Какую оценку себе поставили? Как профессионал. Пятерку, четверку, кол. Поставьте. Профессионалы чего? Работы? На работе. Кто учитель, поставьте себе как учителю. Кто в МЧС, поставьте себе как... Спасатель. Спасатель. На какую вы оценку работаете? А кто артист? Артист. Замечательно. А теперь оцените себя как служителя Господа. Как вы думаете? Как вы считаете, насколько Господь доволен вашим служением? И насколько вы отражаете его образ? Какую оценку он вам поставил? Да. Ну, и я не думаю, что кто-то из нас здесь сидящий является круглым отличником. Это хорошественно. Хорошественно, это уже замечательно. Это уже отлично, конечно. Скорее всего, большинство из нас троечники такие, заядлые. Трюльдик есть, конечно. То есть, вы понимаете, есть с чему стремиться. Это не значит, что нужно на себе ставить скрест, а говорить, ну все. Есть с чему стремиться. Это просто замечательно. И самое главное, чтобы мы помнили, что, действительно, всему свое время. Вот сейчас время оценить, может быть, себя. Оценить свой потенциал. И дальше его использовать. Итак, влияет ли социальное положение человека на ваше мнение о нем? И какая даже самая малая глупость, высказанная вами, оказала потом влияние на вашего ближнего? А на вас? А перед кем теперь за эту глупость нужно извиняться? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok